Хей-хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей, надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня вновь отправляемся в темнейшую Англию, где будем и дальше бороться за свое счастье в игре под названием Кен Фоллэдс Толпы Земли, Око Бури, книга 3, главы с 15 по 21. Первую. В общем устраивайтесь поудобнее и надеюсь, буря никогда не настигнет вас, но пока, брочаек за ваше здоровье. Продолжаем, ребята. Продолжаем, все становится с каждой секундой, можно таки сказать, интереснее, казалось бы, да, вот такой вот квест, а насколько же интересно за ним наблюдать, по крайней мере мне, ну и тем, видимо, кто смотрит его, хотя нас с вами очень немного, но мне не нравится. Мне нравится перечитывать свои собственные тексты. Это второе письмо за месяц, я скучаю по Фрэнсису, напишу позже. Нужно хорошенько подумать. Да, мы хотели прогуляться, пойти. Я записывал свои проповеди, так родилась книга, что я написал. Неужели я не должен был писать то, во что верю? Я помню их наизусть, но Джонатан настоял, чтобы мы их сохранили. И правильно сделал. Буря утихла, в соборе до сих пор горит свет, наверное, Джек работает. Джек все еще работает. Как всегда. Так, могилы. Тут они все покоятся в ожидании. Дорогие друзья, ушедшие раньше меня, когда придет мое время, я их снова увижу. Если Джеймс погиб по время того пожара, то что же стало с его останками? Его так и не похоронили должным образом, и в этом виноват Джек. Джек все еще работает, может быть, ему тоже трудно заснуть. Величественный собор. Но меня вполне устроил бы и старый, если бы его не сожгли до основания. Пойдемте сюда. Так, стоп, а тут у нас что-нибудь? Ага, целое нечего... Ага, во. Джеймс не провалился под лед. Что он делал в церкви? Он прятался или его прятали? Джек устроил пожар. Он должен был рассказать мне. На самом деле, да, должен был, но... Уж получилось так, как получилось. Кватер и тропа вокруг собора. Давайте вокруг собора прогуляемся. Эй! Кажется, я кого-то видел. Джек превзошел сам себя. В Англии еще не было таких соборов. Смотрите, они уб... Воры или ш... Звук донесся из кухни. Но мы пойдем в собор. О, это вы. Ты напугал меня. Мне показалось, что я что-то слышал. Это ты? Нет, но я тоже слышал. Может, Алия навернулась? Нет, она уже спит. Она вернулась несколько часов назад. Черт возьми. Джек, простите. На кухне кто-то есть. Да, думаю, ты прав. Держитесь за мной. Я пойду вперед. Не зря взяли подмогу. Ах, эти ублюдки, блин. Там кто-то есть. Разбойники. Наверное, они ищут еду. Я поговорю с ними. Хорошо. Что это был за шум? Так. Они вынуждены красть ужасные времена. В каком они должны быть в подчаянном положении? Прошу вас. Послушайте. Мы не причиним вам зла. Филипп, осторожнее. Черт побери. Филипп, киньте мне камень. Филипп, киньте мне камень. Серьезно? Филипп, киньте. Филипп, киньте. Джек, нет! Все, это выглядело очень нелепо. Это он. Филипп, киньте. Брат Марк. Брат Марк Он взял ключи Катберта, чтобы воровать еду Отсюда, с кухни И из-за меня Ремиги узнал об этом И тот ушел, больше мы его не видели Похоже, он вернулся Вы не виноваты в том, что произошло Нет, но... Что будем с ним делать? Не бойся Ах ты тварь! Зачем ты это сделал? Ты животное! Я позову остальных! Нет! Что? Он просто ребенок Они же дети! Просто ребенок Джек простил ребенка Вот так просто Это отвратительно И я прощаю его Потому что он был таким же, когда прибыл в Кингсбридж Просто ребенком Мы не были такими Кто я такой, чтобы осуждать его за то, что он не признался в совершенном раньше Ведь я никогда не говорил его жене Алиене, что это я виноват в том, что случилось с ней, ее отцом Даже той ночью, когда мы все встретились, мне не хватило смелости сознаться ей в этом Стен Кингсбриджа стало недостаточно Разбойники сумели проникнуть внутрь Теперь мы в опасности даже в собственных домах Вот значит, до чего дошло На Кингсбридж напали Почему дядя Ричард не прогнал их? Почему? Ну-ну, не преувеличивайте Мы не в осаде Мы видели всего двоих, и один из них был ребенком Но они чуть не убили вас Эти бедняги голодали Многие из них вынуждены воровать из-за засухи Настоящий граф должен защищать своих людей Да, это было бы неплохо Давайте попросим Уильяма Хамлея помочь, а? Легко винить во всем отчаявшегося ребенка Простить куда тяжелее Да Но мы должны простить Вы сможете? Простить Я уже простил Все это из-за Хамлея Это его вина, вот и все Ему ненадолго Недолго осталось быть графом Уоллингровский договор Договор наконец заключен, осталось лишь дождаться перемен Что за договор? Весь Винчестер сейчас бурлит из-за этого Стефан и Мод заключили договор, сын Мод, герцог Генрих станет следующим королем И согласно договору, все земли должны быть возвращены прежним владельцем Но Стефан будет править до конца своей жизни Графство снова будет нашим Нет Да почему, черт возьми, нет Черт возьми Следи за языком Решение о возвращении земель не вступит в силу, пока Стефан жив Что же нам тогда делать? Раз они голодные, разве мы не можем просто накормить их? Я поделюсь Можем и будем Но их слишком много, чтобы накормить их всех Нужно что-то сделать Знаете, я не могу просто сидеть и тихо ждать, пока Стефан умрет от старости Уоллингфордский договор заключен Я не собираюсь ждать еще 17 лет, только не теперь, когда я столь близка к выполнению обещания данному отцу Ты права, но ночью к нам приходил не Уильям Хамлей Беспокоиться нужно о разбойниках Ну и что же нам делать с этим? Еще несколько таких же месяцев, и мы окажемся на их месте Нам нужно помочь им, а не драться с ними Ты прав, конечно, но чем мы можем помочь? Мы можем снабдить их оружием, чтобы они сражались с Хамлоем Сражались? Ты хотела сказать, грабили и убивали, это куда более вероятно А что насчет его матери? Я слышала, что Хамлей все еще прислушивается к ней И у нее пока еще есть право голоса в Эрол Касле Да, давайте расскажем его матери Если мы поговорим с Риган Хамлей, возможно, нам удастся избежать физического противостояния Из этого ничего не выйдет, мы должны атаковать их и вернуть замок нашего отца Даже если ради этого нам придется сражаться вместе с разбойниками Если честно, мне не нравится такой выбор Мне тоже Что вы об этом думаете, Алиэна? Давайте договоримся Я попытаюсь договориться с Риган Хамлей Для этого я отправлюсь в Эрол Касл одна Ты серьезно, Али? Риган Хамлей, похоже, и самой приходится нелегко Скорее всего, она пойдет на сотрудничество Надеюсь, вы правы Я поеду с тобой Нет, щеночек, не с ногой в таком состоянии Твоя мать права К тому же, если мы все нагрянем к ним, они могут решить, что мы представляем опасность Ммм, какая героическая музыка Да ладно, еще одна глава? Столпы земли, ока бури, глава 18 Разбойники Произошедшие события Первая группа разбойников ворвалась в Кингсбридж Бывший послушник брат Марк был одним из разбойников У вас есть шанс вернуть Эрол Касл и исполнить клятву Что ж, ребята, осталось всего три главы Возможной поддержки я знала лишь по слухам Эрол Касл Эрол Касл, 1154 год У графа Шеринга был замок, служивший ему резиденцией в нескольких милях от рыночного поселения Носящего тоже название Маленькая деревушка, разросшаяся вокруг стен замка, получила название Эрол Касл В замке располагались жилые помещения для графа и его семьи, а также административный центр графства Там проживал шериф графства и его люди, а напавших на замок ждали подземелья Когда замок был жестоко и несправедливо захвачен Уильямом Хамлеем Унаследовавшим впоследствии от Бартоломью титул графа Шеринга Прочие функции замка ограничились только указанными, а всех жителей выселили Некогда оживленный Эрол Касл сейчас стоит пустым и его в страхе объезжают стороной Поскольку он является центром деятельности Уильяма Встаньте один за другим У всех вас будет возможность заплатить свои долги лорду Хамлеем Понятно? Так что не толкайтесь Так, они выжимают все соки из земель, если так пойдет дальше, голод не закончится никогда Джек-уродец, человек по имени Джервейс, которого прозвали уродцем Я слышал, он содрал кожу смельника и его семьи в Кауфорде Человек... эээ, да, в Кауфорде Мы с Ричардом тут когда-то играли Она отказалась, ээ, отказывалась заходить, эээ, в замок, пока я не пойду Может, хотела, чтобы молодое лицо послужило ей как бы щитом Она выглядит очень испуганной Она привлекает к себе все внимание Охереть, посмотрите просто на это И никогда ничего хорошего не ждала от этого человека, но все равно мне по-прежнему неприятно его видеть Что такое? Я хочу домой Эээ, да, я тебе говорю У тебя миленькое личико Ты пойдешь со мной Что? Оставьте ее в покое, замерите меня Ну да, неважно Пойдешь на другую сторону двора, поговоришь с Уолтером А он разберется, что с тобой делать и не смеет сходить с тропы Они требуют больше, чем им нужно, в то время как люди голодают Не нужно было сюда возвращаться, все-таки они могут меня узнать Ужасно, не хочу даже смотреть вблизи, они за это заплатят Прийти сюда было трудно пройти, теперь я не могу уйти Они кажутся мне знакомыми Говорят, лорд Хамлей может вскоре потерять Ширинг А что если следующий граф нас всех повесит? Да успокойся Никому из этих высокородных эта сраная Дерайдаром не сдалась Я знаю этих двоих, они раньше сражались под знаменами отца А что насчет детей Бартоломью? Плохая кровь, много плохой крови Ну паренек воевал на стороне Стефана, но, насколько я знаю, у него деньги кончились Теперь он изображает из себя стража, охраняя монахов Кингсбриджа А леди Алиэна? Не смеши меня Мне кажется, ты ее недооцениваешь Насколько или несколько лет назад я слыхал, она едва не привезла... не привезла... эээ... Приставила нож в горло и обобрала начисто Настоящая фурия А, это про тот случай со священником, а ты слюнтяй Давайте приблизимся Простите, что перебиваю вас А в чем дело? Как вы можете сражаться за такого человека, как Уильям Хамлей? Мой отец был совсем не таким, как этот тиран Господи боже, это вы? Вы всегда сидели в своей маленькой и миленькой крепости и принимали богатеньких гостей Пока бедна та, как и сейчас, грызла траву По крайней мере, Уильям относился к нам как к равным, а не как к пешкам на доске Неужели отец и в самом деле был таким жестоким графом? Неужели мой отец был настолько ужасным человеком? Ваша мать могла бы ответить на этот вопрос Однажды он сказал мне, что она, умирая, была очень несчастна А вы и вы никогда не спрашивали, почему? Мой отец был хорошим графом Можете продолжать себя в этом уверять, а мы считаем иначе Многие рыцари, служившие ему, были раньше разбойниками, которых просто некуда было идти Согласен, ваш отец дал нам пищу и кров, и точно так же, как и своему скоту Я здесь, чтобы поговорить с леди Риган Хамлей Она в донжоне Но туда никого не пускают, кроме лорда Уильяма, да еще Уолтера Вас убьют, если обнаружат Так значит, вы мне не поможете? Мы уже помогли вам более чем достаточно, тем, что не выдали вас Не говорите никому, что видели меня Не скажем, если вы пообещаете уйти немедленно Ладно, они не такие плохие ребята, так что Вы уже закончили, наконец? Почти, дайте-ка я еще раз проверю, достаточно ли взяла Боже, это их корм? Людей Не могу даже смотреть Вот она, выглядит еще более уставшей, чем в прошлый раз Нужно держаться от него подальше, он может меня узнать Что вы здесь делаете? Вы должны уйти Не приближайтесь, за мной следят Почему так долго? Я забыла свинину, сейчас буду Подождите чуть-чуть, затем следуйте за мной У нас мало времени Хью станет искать меня в любой момент Так зачем вы пришли? Король Стефан заключил перемирие с королевой Мот Тирании Уильяма настал конец На этих землях, наконец, снова уцарится мир Поговорить с его матерью, вот зачем я здесь Что же станет со мной? Все зависит от вас Я много трудилась, чтобы хорошо торговать шерстью Вы тоже можете Не думаю, что смогу стать такой, как вы Что же вам мешает? Я хочу помочь вам, правда хочу, только не знаю как Чувствую себя бесполезной Вы можете отвезти меня, Клэдди Хамлей? Не представляю себе, как За мной следит Хью Топор, он бы ни за что не пропустил вас Только Уолтеру и мне можно находиться в донжоне И в донжоне Почему бы... Почему бы вам не попросить его? Уолтера, я имею ввиду Уолтера? Цепного пса Уильяма? Не называйте его так Он не настолько ужасный человек, как о нем говорят Уильям больше не позволяет мне с ним разговаривать Теперь у меня осталась только Леди Риган Бегите в Кингсбридж, там вам помогут Я... я не могу Люди Уильяма, заметишь, если я попробую уйти Я уже пыталась Прошу вас, позвольте мне остаться и помочь вам Значит, я поговорю с Уолтером Поживее там Или вы хотите, чтобы я вошел и выволок вас оттуда? Я должна идти Похоже, Элизабет добирает Уолтеру Может, я ошибалась на его счет? Учитель Уильяма и его главный приспешник И он тоже постарел Элизабет уверена, что ты не такой уж и плохой человек Правда, что ли? Забыла, что я убил слугу вашей семьи? У тебя проблемы, Уолтер? Я стала бы лучшим правителем, чем мой отец Я знаю, что отец не всегда был добр и справедлив Он убивал точно так же, как Уильям Но я отдавала бы все силы Прислушивалась бы к нужным жителям этих земель Так чего ты от меня хочешь? Мне нужно поговорить с Леди Хамлой Я хочу, чтобы ты проводил меня к ней Кишка у тебя не тонка, как я погляжу Так ты думаешь, что я хороший человек И ты думаешь, что этого достаточно, чтобы убедить меня Что ты будешь более хорошим правителем, чем кто бы то ни было до тебя Не смеши меня Хью! Что? Я обещаю, когда моя семья вернёт тебе власть, всё изменится к лучшему для всех Или тебе и правда наплевать на всех этих умирающих от голода людей? Я не верю тебе Но судить о таких вещах не мне Я отведу тебя к Леди Хамлой, и пусть она решит Вау, она очень плохо выглядит, конечно Миледи? Элизабет! Можешь подать мне воды, дорогая? Да, Миледи Но прежде нужно, чтобы вы полностью проснулись, Миледи Один человек хочет вас видеть Это Леди Алиена Леди Алиена Тоже мне И когда эта сучка успела снова стать благородной? Прошу прощения за вторжение И но это очень важно Важно! Как будто что-то, что ты хочешь сказать Может иметь хоть какую-то важность для меня Я уверена, вы слышали о договоре, который король заключил с герцогом Генри в замке Уильямфорд Слышала! Я даже слышала, что в этом договоре сам черт ногу сломит Договор и в самом деле очень сложный, но он поможет прекратить войну И согласно этому договору, моя семья снова становится законными владельцами этого графства Только на словах Никто не смог бы никого принудить к выполнению этой части договора, даже король Вы должны понять, что в Ширинге пылает крестьянский гнев Гнев, направленный против вашего сына Против вас, даже против несчастной Элизабет Если ваш сын не уйдет добровольно, люди вернут себе свою землю силой Это ложь! Мой Уильям куда лучше играл, чем твой отец когда-либо был Подумать только, что когда-то я хотела, чтобы Уильям вошел в такую семью, как ваша Дня не проходит, чтобы я не возблагодарила Господа за то, что он избавил нас от этой ужасной судьбы И что он послал того монаха к епископу Олэрну раскрыть чудовищный план твоего отца Какого монаха? Того кингсбриджского приора, Филиппа из Гуенеда Что? Прошу вас, миледи, вы должны выслушать ее О, моя милая Элизабет Разве ты не видишь, что она пытается с нами сделать? Вы не можете наказывать меня за то, что я отказала вашему сыну, миледи Леди Алиэна пришла сюда, чтобы сделать как лучше Но она всегда все делала только хуже Она насмехалась над моим сыном за то, что он хотел на ней жениться Она была совершенно права, отказав ему Что? Как ты можешь так говорить? Он же твой муж, он топор к тебе Если бы не Уолтер, я уверен, Уильям бы меня уже давно убил бы Что здесь происходит? Что делает здесь эта сучка? Пытается заключить сделку Пытается все у нас отобрать Вот как? Да неужели? Да неужели? Прекратите! Заткнись, старикан! Прибей эту подоску, Уолтер! Нет, вы сами навлекли это на себя Ах ты, подлый предатель! Эй, кто-нибудь наверх, скорее! Мужчины! Вы заплатите! Вы все это заплатите! Вот это, блин, даже лучше получилось, чем я рассчитывал Гораздо проще Бесславная кончина собаки И ад, которого он так боится Который он видит в огне Охренеть! Охренеть! Да, Уильям Хамлей мертв И что теперь? Теперь мы скажем об этом его людям Немедленно сложите оружие! Узрите же с нами нового графа Ширинга! Послушайте меня! Слушайте все! Лорд Хамлей мертв! Замок теперь снова принадлежит семье прежнего графа! Что? Да ты врешь! Такова была воля короля Кто его убил? Он умер, поскольку отказался отдать Эрл Кассел мирно Он умер от моей руки Меня зовут Алиэна Ширингская Я дочь Бартоломью, бывшего графа этих земель Я должна была положить конец тирании Уильяма Хамлей И восстановить порядок в Ширинге Было объявлено, что мы занимали Ширинг незаконно Любое нападение на нас было санкционировано королем Англии И что же теперь будет с нами? Вы получите свой шанс на искупление Помогай жителям Ширинга правиться от вашей жестокости Восстанавливай их дома и заботясь об их полях Али, я знаю, что как лидер ты намного лучше, чем я Без тебя нам не удалось бы достичь всего этого Ты ни мгновения не колебалась, принося и выполняй клятву данную отцу Я буду графом лишь номинально Настоящим правителем Ширинга будешь ты Не говори так, мы будем править вместе Обсудим это позднее Я многим обязан тебе, Алиэн Тирании Уильяма настал конец Гранство Ширинг принадлежит законному наследнику Восстановление в правах Ричарда и Ширинга Восстановление в правах Ричарда и Ширинга Король Генрих II по совету всех своих баронов и его исполнению Уильямфоргского договора Постановил, что Ширинг и всякое поселение в нем Да будут возвращены тем, кто владел им до начала правления короля Стефана Согласно праву наследования это владения Титул имеет право получить тот, кто является кровным потомком графа Ширинга Бартоломью Таким образом, на официальной инаугурационной церемонии Графом будет объявлен Ричард из Ширинга Отправьте гонца в Кингсбриж и сообщите приору Филипу, что Ширинг наконец освободен Что происходит? Почему они смеются? Вы, конечно, можете отправить гонца, если хотите Вот только от приора уже мало что останется к тому моменту, когда он прибудет Али, что происходит? Столпы земли Ока Бури, глава 19, возвращение в Эрл Кассел Произошедшие события Вы проникли в Эрл Кассел без подкрепления Вы поговорили с двумя бывшими рыцарями вашего отца Элизабет не покинула Эрл Кассел и осталась с вами до конца Вы приказали людям Уильяму помочь отстроить Ширинг Вы с Ричардом будете править Ширингом вместе Что-то прямо очень быстрое эта книга Папа считает, что мы должны либо сжечь его, либо сделать его епископом Кингсбрижским Я уже обо всем позаботился Мои люди арестовали его, пока Кингсбриж не охранялся Пока его друзья были в Эрл Касселе Да Что ж, по крайней мере вы сумели воспользоваться смертью Уильяма Хамле Глава 20 Конец Ширинг день суда Только посмотрите на них Как будто бы на праздник пришли Они всегда такие Вам слюнявым псам должно быть стыдно Заткнись, карга старая Элен? Мне нехорошо Я побуду с тобой А вы двое идите дальше Поспешите Твоя мать больна? Не в этом дело Здесь повесили мы его отца Да начнется суд Судьи Брат короля Англии Стефана Его преосвященство Генри епископ Винчестерский Его с ее светлость графиня Алиэна Ширингская Ведет судебное заседание Его преосвященство епископ Ширинга и Кингсбриджа Уолерон Бигат Прошу вас Церковь не во всем совершенна Мы собрались здесь сегодня перед ликом Господнем Чтобы обвинить одного из нас Он написал книгу, в которой говорится, что церковь и папа не нужны для связи людей с Богом Короче, что он говорит здесь, что на самом деле Бог внутри нас, что все люди равны Вот, просто почему-то нам это текстом не пихали И теперь мы просим Господа рассудить нас Ведь это царствие его и слава и величие принадлежат ему Не нам И не вам Вы обвиняетесь в ереси Филипп из Гуинеда Вам есть что ответить? Отвечайте Я не виновен Излагаемые вами мысли говорят совсем о другом Мой вердикт виновен Я глубоко опечален Возможно, вы будете удивлены, но мы собирались сделать вас епископом Кингсбриджа Почему все так вышло, Филипп? Отчасти в этом виноват я Ведь в свое время я поддержал Филиппа Я требую, чтобы Филипп был лишен Сана Приора немедленно И чтобы он оставался под стражей до тех пор, пока Ширинг и все Англии не оправятся от ран Нанесенных его ядовитыми словами Нет! Что? Не будем обвинять Уоллорна, это неправильно сейчас И почему же вы считаете, что изложенные Филиппом мысли еретические? Филипп из Гуинеда заявил, что в каждом из нас есть частичка Бога Поскольку Бог сотворил нас по своему подобию И исходя из этого он утверждает, что никто из нас, ни он сам, ни епископ, ни даже папа Не находится к Богу ближе, чем любой другой человек Яресь Христос сделал своего апостола Петра первым наместником на земле Он, как и мы, церковь его, держим ключи от Царствия Небесного Да, все-таки Обделяют нас, разработчики, текстом Что очень дико печально Это правда, леди Алиэна? Да Судить человека надо по делам его Пригласите Ремигия Предателя, да Приор Ширинга Отец Ремигий Ваше Преосвященство Ремигири, скажите суду то, о чем поведали мне Много лет я был помощником Приора Кингсбриджа Сначала Приора Джеймса, потом обвиняемого Каковы были ваши первые впечатления о нем? Меня задевали его резкость и претензии во время диспутов Что еще? Приор Филип без колебаний предоставил убежище людям, бежавшим из Эрл Касла той зимой, когда умер король Разве это не доброе деяние, неподлинное христианское милосердие? Вы не знаете его настолько хорошо, как считаете, Леди Алиэна Но сегодня это изменится Потом, во время нашей первой ярмарки, шерсти на нас напали Я слышал, это было ужасно Я пытался облегчить страдания женщины, читая ей Писание Жена нашего мастера-строителя пыталась наложить на нее заклятие своими ядовитыми травами И Филипп вмешался Да Он оттолкнул меня и дал женщине яд Все еще хуже, чем я думал Это был не яд А потом еще был тот день, когда в Кингсбридж прибыла статуя Девы Марии Я не верил, что это было чудом Конечно же, это чудо Я слышал о многих, кто исцелился в Кингсбридже Но вскоре я осознал, что это было настоящее чудо А Филипп считал иначе Ему нужны были только деньги, которые люди жертвовали Деве Поэтому я и ушел Кажется, есть кое-что, о чем вы нам еще не рассказали Нечто очень важное Да У Филиппа есть ребенок Сын И он вырастил его прямо в монастыре Джонатан из Кингсбриджа, выйди вперед Неужели? Это правда? Ты сын Филиппа? Джонатан из Кингсбриджа Филипп всегда был для меня как отец Но он не мой отец Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал А откуда тебе знать, что он говорил правду? Филипп никогда бы не солгал Он говорил мне, что меня нашли в лесу В лесу Это правда Филипп или же ложь? Или ты лошадь? Ну Ты рассказал так много раз Мой брат нашел его Ваш брат Тот самый брат, чего господина вы предали О чем вы говорите? Филипп пытался вовлечь меня в заговор против графа Роберта Глостера, являющегося господином его брата И его союзника графа Бартоломью, вашего отца, леди Алиена Филипп согласился принять всех тех беженцев, поскольку именно он виноват в постигшей их участи Так же, как и в том, что вы потеряли отца и графство И этого человека, леди Алиена, вы пытаетесь защитить Итак В общем, мы все допускаем ошибки Ошибки, которые на момент принятия нам кажутся правильными поступками, но Вот, и я совершал ошибки, в общем Поэтому я прощаю его В общем, очень на самом деле обидно Что разрабы... В общем, вернемся к вопросу, который мы обсуждали Выясним, кто же настоящий отец... Кто же настоящий отец? И кто же это? Вы иди вперед Как вас зовут? Растеряли всю смелость? Я нет, не растерял Вы прекрасно, вам прекрасно известно, почему мне трудно разговаривать с вами Они зовут меня Джеком, по имени моего отца Меня зовут Джек Джексон Да, мы встречались ранее Сколько вам было лет, когда, по вашим словам, убили маленького Джонатана в лесу? Двенадцать Но я знаю, что я видел, Филипп говорил правду Вы были ребенком И что вы там делали в лесу? Я там жил с моей матерью Они были изгоями Наиболее заслуживающим доверия свидетелем, которого мы видели сегодня, был Приор Ремиги И его показания показали нам туда-то Смутные воспоминания ребенка изгоя не смогут убедить меня в обратном В общем, я никогда этого не делаю Отпустите его тогда И тем не менее, Леди Алиена права Нам известно слишком мало, чтобы осудить его так строго, как вы предложили, епископ Уоллорен Вы правы, епископ Генри Как я уже говорил, не нам судить этого человека Филипп из Гуинедо утверждает, что невиновен Но так ли он невиновен? А, сейчас будет это чудо-псевдо, да? Мы просим Господа вынести приговор Как епископ Кингсбриджей Ширинга Я требую Ордалию огнем Это безумие Филипп из Гуинедо будет испытан сожжением на костре Если он невиновен, Господь спасет его от огня Если же нет, он сгорит, как еретик и грешник, которым его признает сам Господь Уоллорен Бигат Не в этот раз Это она Я видела ребенка с Фрэнсисом, я была там Филипп не является его отцом Он хоть и дурак, но хороший человек Тогда кто же его отец? Это я Они все сговорились Это женщина-ведьма, язгой Она жила во грехе с вором Который был повержен в Ширинге 30 лет назад Он не был вором Он был хорошим человеком Вы убили его, Уоллорен Бигат Что за чушь вы несете? Он был вором, он украл золотую чашу, переплавив ее и приправил ее и продал Какую чашу? Чашу для причастия Он украл ее из Кингсбиржского собора Цвет от адства Да, приор Кингсбирже Джеймс поймал его с поличным Вы говорили про эту чашу Вы ведь утверждаете, что ее переплавили и продали Вы не попадетесь в паутину их лжи Это может быть какая угодно чаша Так что это ничего не доказывает Где вы нашли эту чашу? По тайной келье Мы считаем, что приор Джеймс спрятал ее Потому что чувствовал вину за то, что ложно обвинил отца Джека У вас есть доказательства этого? Он рассказал мне в ту ночь, когда сгорел собор Я был там, я видел его Приор Джеймс умер за неделю до этого Нет, не умер Ваше пресс-вещество, он говорит правду Порядок У вас есть время до заказа, чтобы найти свидетеля, который сможет подтвердить выводу Выдвинтые вами против епископа Уоллер на обвинение А не просто эту чашу Если вы не сумеете найти свидетеля, я лично прослежу, чтобы вас судили за клевету Филипп из Гуиннеда, вы остаетесь под арестом Суд продолжится на закате Охренительно Нам нужен свидетель Что ты здесь делаешь? Я видел, как ты рисовал схемы собора Может быть мы сможем сделать что-то подобное для поиска нашего свидетеля Посмотрим Твой отец Вы так похожи Ты так сказала моя бабушка И епископ Уоллер Какая между ними связь? Возможно, если и разузнаем об этом получше, мы сможем найти свидетеля Хорошая идея Ну что же, ребята, а мы с вами на этом остановимся На поиске свидетеля Очень круто! Следующая серия, возможно, будет финальная Но это не точно Спасибо вам большое за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Обязательно напишите комментарий под видео Подписывайтесь на группу ВКонтакте и группу в Стиме Уведомления о новых роликах Стримах Музыка после прохождения игр Сторонняя информация Все там очень полезно А есть еще у нас канал на Твиче, где проходят прямые трансляции Янок и Ян ВКонтакте В общем, все ссылки в описании под видео Не хворайте, не боляйте Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok